Не так давно произошло приятное событие в фельдмонакопарк. Мы получили из Израиля, из Иерусалимского зоопарка, большую группу животных. Среди них, в частности, большая группа серых кенгуру. Этот вид для нас не новый. У нас содержались самки серых кенгуру, но вот мы получили большую группу, в том числе и самцов. Это очень важно, поскольку иногда приходится ожидать долго получения самцов, чтобы они не были в близкородственных связях, представляли интерес для репродуктивной популяции в парке и, соответственно, для всех искусственных популяций. И вот такая популяция, я надеюсь, у нас будет создана. Помимо серых кенгуру мы получили также кошачьего или кольцехвостого лемура самца. Да, у нас этот вид тоже не новый, они очень успешно размножаются, но опять-таки это то, что называется обновление крови. Хотя в стаях кошачьих лемуров царит триархат, но там основополагающая роль в размножении также принадлежит и самцу. Это очень важно, что у нас появился самец новых кровей. Задача наша, как я всегда это говорю, это развитие, развод и возвращение животных в их среду естественного обитания. В живой природе черных лемуров практически осталось очень-очень много, по пальцам можно пересчитать. Мы сейчас получили черных лемуров из Израиля, будем искать им кавалеров, которые будут не являться их родственниками, так как все животные, которые когда-то попали в Европу или попали в Украину, за 10-30 лет они все перемешались. Задача выстроить такую линию, при которой животное рождается здоровое, дает здоровое потомство, и это потомство можно опять при определенном количестве передать на Мадагаскар, ЮАР, Танзанию, Батслану и так далее, так далее, так далее. В этом заключается наша задача. Это интересно. Когда мы выпускаем животных на волю, это является для нас большим праздником. И экопарк, и зоопарк, и любая зооколлекция, которая занимается ответственным разведением, должна отслеживать, какие животные в них участвуют в размножении. Обмен животных с другими зоопарками, зоосадами, работа с учеными, работа по расшифровке этих ДНК, перья птиц отправляются в Германию, коготки отправляются еще куда-то. Если это когда-то кому-то рассказать, это сложнейшая и огромная работа. Но у нас работают специалисты, которые ведут эту работу, и достаточно успешно. Продолжение следует...